Ученые Арктического научно-исследовательского стационара и научного центра изучения Арктики вернулись из экспедиции по изучению снежного покрова на территории Ямальского района. Исследования прошли при поддержке правительства округа и Российского центра освоения Арктики. План разрабатывался совместно с партнерами из России, Финляндии, Норвегии, Австрии и США. Более 750 километров из Лабытнанги до Сабеты и обратно таков маршрут экспедиции ученых. Главная цель – исследование снежного покрова. В декабре в Ямальском районе образовалась ледяная корка после дождя и морозов. Жители тундры между Сиехой и Сабетой рассказали ученым, что из-за этого перешли на вольный выпас оленей, предоставив им свободу в поиске корма вдали от чума, что сейчас приводит к дроблению и смешиванию стад. Обычно зимой, как это происходит, стоит чум, олени относительно недалеко, они более или менее все собраны, хозяин контролирует стадо. Сейчас ничего этого, как правило, нет. Стоят чума и олени, они, в общем, разбившись на небольшие группы, среди которых находятся и дикие олени, которые дошли достаточно далеко на юг, они просто очень разреженно кормятся в поисках участков, которые для них более удобны для выпаса. То есть никаких крупных стад мы не встречали. Это отдельные группки с коплением буквально от 2-3 до 30-40, может быть, 100 даже оленей. Снежный покров значительно изменялся на определенных участках тундры. Об этом ученые узнали с помощью космической съемки. Наземные исследования помогут выяснить причину. Обследование проводили двумя способами, которые дадут возможность узнать больше о толще, плотности и коркоподобных образованиях. Выводы будут сделаны позже. Сейчас очевидно одно – малоснежная зима скажется на растениях и животных. На водораздельных пространствах, то есть плоские, ну вершины холмов, плоские пространства тундры, снежный покров, глубина снежного покрова – это 5, 10, 18, 20 сантиметров. Вот в этих пределах все это заключается. Это наложит свой отпечаток, конечно, и на грызунов тех же самых, в которых подснежная жизнь достаточно активна. Также ученые собирали материал для исследований по содержанию микропластика в снежном покрове вдали от цивилизации. Совместно с Российской академией наук участвуем в проекте по исследованию снега на содержание в нём микропластика. Это пластик не тот, который здесь у нас образовался, а это трансграничные переносы. Соответственно, по ходу нашей экспедиции мы отбирали пробы. Сейчас пробы направлены в лабораторию, и вскоре мы будем знать о содержании этого микропластика в снежной толще на Ямале. Распространение пластика – проблема всей планеты, впрочем, как и глобальные изменения климата. Нетипичные погодные условия особенно заметны в Арктике. К примеру, это резкие перепады температур. Частота явлений климатической разбалансировки, по словам ученых, с годами будет только возрастать. Альмира Новоселова, Дмитрий Свирид. Программа «Время местное».